Если листья на томатах в жару начинают скручиваться и желтеть, значит у растения есть очень высокий риск заболеть вершинной гнилью и потерять весь урожай пробегов вокруг томатов несколько месяцев очень обидно. В жару томаты не могут качественно усваивать калий и поэтому испытывают сильнейший дефицит важного микроэлемента. Но есть народное средство, которое может выступить в роли экстренной неотложной помощи. Это простая пищевая лимонная кислота. Она способна растворить такие труднодоступные микроэлементы, как кальций, фосфор и калий, и подать их растению в легкоусвояемой форме. Сделать раствор очень просто. Одну столовую ложку лимонки растворяем в стакане теплой воды, тщательно размешиваем и вливаем в ведро с 10 литрами теплой воды. Томаты таким раствором необходимо подкармливать только вечером, когда солнце уже почти зашло. На каждый кустик вносим примерно по пол литра раствора, но самые большие кусты можно проливать до 1 литра. Разумеется, в жару нужно затенять томаты от солнца при помощи агроволокна или специальной сетки и почаще поливать томаты, чтобы они не нуждались во влаге. Такой способ спасет растение от зноя и поможет вам сохранить обильный урожай. А еще я хотел поделиться с вами рецептом раствора, который поможет справиться с вершинной гнилью, предотвратить заболевание, либо же купировать его первые проявления. Раствор готовится очень просто. На одно ведро воды берем 2 стакана древесной золы и добавляем 2 чайные ложки лимонной кислоты. Разумеется, лимонку необходимо отдельно растворить в теплой воде, поскольку в холодной она будет растворяться намного дольше. Раствор нужно тщательно смешать, перемешать до полного растворения и поливать томаты под корень из расчета на каждый кустик по 1 литру. Разумеется, перед внесением удобрения необходимо увлажнить почву чистой водой. Если соблюдать правильные пропорции и правильно вносить эту подкормку с лимонной кислотой, растение будет защищено от жары и болезней, и калий с фосфором будут поступать к растению в достаточных количествах.